Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Используя его возможности, мы можем не только связаться практически с любым уголком нашей планеты, но и произвести оплату услуг, записаться на прием к врачу, купить или продать различные товары и многое-многое другое. Однако мы не часто задаемся вопросом о том, как интернет приходит в наши дома. Существует немало компаний, предоставляющих свои провайдерские услуги, качество которых во многом зависит не только от технологичности оборудования, но и от опыта специалистов. Ростелеком – одна из старейших компаний в России, которая предоставляет широчайший комплекс услуг связи. В проекте расширения внутригородской волоконно-оптической связи Артемовского компания Ростелеком достигла важного рубежа. Компания Ростелеком впервые открывает двери стратегически важных объектов связи в городе Артемовский. И поводом нашей встречи стал юбилейный километр оптики. Компания Ростелеком в Артемовском построила 250 километров оптиковолоконных линий связи. В связи с этим событием журналисты получили возможность побывать в святая святых Ростелекома. Своими глазами увидеть и узнать от специалистов о телекоммуникационной отрасли и инновационных технологиях, которые использует компания. В нашем городе такое происходит впервые, однако подобная практика Ростелекомом уже хорошо зарекомендовала себя в других городах. Для нас это достаточно новый проект. Он начался с Екатеринбурга. Мы показали журналистами Екатеринбурга объекты связи Ростелекома в Уральской столице. И сейчас ездим по области. Данные экскурсии уже прошли в Реже, в Алапаевском. И на следующей неделе мы едем в Березовский. В программу обзорной экскурсии вошло посещение опорно-транзитной станции, мозга и сердца оптической сети города. Журналистам можно было почувствовать себя в полном смысле слова в основном информационном распределителе города. Ведь сейчас оптикой компании охвачено более 17 тысяч только домохозяйств Артемовского. Здесь вот стоят муфты для разрезвлений, потому что они потом, эти кабели разделяются по городу, выходят в разные районы. Часть уходит, допустим, на хирургах ключей через полную сторону. Первая часть, значит, на станцию, на город. Соответственно, у нас отрезок, у нас телефонная станция городская. Старая часть города, значит, на железнодорожной станции. И также точно у нас построена оптическая степень. Значит, по городу существует, как говорится, три направления. И кабель по городу проложен по магистральному направлению, значит, по канализации, идет по улице Первомайской в сторону железнодорожной станции, на район железнодорожной станции. По улице Мира, через переезд на старый город, в общем, на центральную часть города, через, на микрорайон, отдельно положено здесь, на микрорайон, который у нас находится через полу Мира-Гагалина. Экскурсия включила в себя и осмотр самих сетей, проходящих по городу. Журналисты испытали себя в роли монтажников, опустившись в один из колодцев, внутри которого находятся оптические кабели. Так, рассказывайте. Вот здесь несколько гнезд. В этом году сеть охватит еще более чем 2200 домохозяйств Артемовского. На первый взгляд, кабели не производят особого впечатления, однако суть высоких технологий, позволяющих не беспокоиться о сохранности сети, находится внутри и незаметно не специалистам. Кабель с гидрофобным заполнением, специально, чтобы влага, так сказать, он может лежать и под водой, и в земле. Это вот именно оптоволоком? Специальное исполнение, оптоволоком, да. Есть специальный кабель под давлением держим, то есть закачивается воздух под давлением для того, чтобы влага не попадала. Сети в Артемовском строятся по технологии JEPON. Это обеспечивает скорость доступа свыше 100 Мбит в секунду и предусматривает заведение оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента. Технология имеет целый ряд важных преимуществ. Во-первых, это возможность комфортно работать с тяжелым контентом без подвисания картинки. Второе, это потенциал для развития на многие годы вперед. Технология обладает возможностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей абонентов. По мнению экспертов рынка, сейчас технология JEPON является одним из перспективных решений. Вот здесь у нас в аппаратном зале находится шкаф коммуникационный, на который приходит оптическое волокно из города Рижа, ответвление на город Артемовский и дальше проходит на город Ирбит. Соответственно, большие объемы цифрового трафика приходятся на наш город Артемовский, который мы получаем вот с этого оптического волокна. Вот в этом шкафу у нас находится специальный кросс для подключения домов в городе Артемовский. Отсюда оптоволокно приходит в каждый многоквартирный дом города Артемовского, а уже там распределяется непосредственно по квартирам наших абонентов. Можно сказать, что это главный коммутатор пассивной оптической сети. Вот он расположен здесь на головной у нас станции, обеспечивает связь. После осмотра высокотехнологичной аппаратуры журналистам было предложено поучаствовать в мастер-классе по сварке оптоволокна. Как оказалось, процесс этот не так прост, требует серьезного навыка и умения обращаться со сложными приборами. Количество волокон, разные кабели в институте, много волокон. Или там, допустим, на отдельном уже доме, где 8-16 волокон остатся. Вот сейчас мы еще сажим, чтобы она лепочится. Это печка, да? Печка, чтобы было поверхность, чтобы в дальнейшем можно было его авторировать. А вы сейчас зачищаете, да? Зачитили вам. Посмотрите, вот эта оптика. Посмотрите, какова толщина самого полоса центральной жирности. Какой волокон? Вот первая часть. А волокон будет на заглядшку? Это без заглядшки. Кроме того, что это только досекло. Тонкая работа, она еще и... Спиртом не будет требовать аккуратности и осторожности, для того, чтобы два волокна сошлись ровно и плотно. Методом проб и ошибок начинающим связистам удалось подготовить к сварке непослушное оптоволокно. И наступил момент, которого ждали все собравшиеся. 250-й километр Артемовской оптоволоконной сети должен был быть закончен. Сейчас это просто только лишь произвести сварку, то есть нажать кнопку. Комнат, будешь, конечно, кнопку. Сейчас, давайте. Здесь? Да, да. Сейчас, сейчас, смотрите, смотрим. Смотрим, сладкий. Главы сварились. Сейчас, чтобы вы их сварили. У тебя есть контроль. Контроль. Пациента. Сейчас, сейчас. Ага. Так, что? Так, потери. Нужно отметить, что компания Ростелеком признанный лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, живечно-коммунальных услуг. Также ее телекоммуникационными услугами активно пользуются российские органы государственной власти и корпоративные клиенты всех уровней. Открытость перед журналистским сообществом, которую сотрудники компании показали в ходе экскурсий и мастер-классов, позволяет нам донести и в полной мере раскрыть тему и основы схемы работы связистов, от услуг которых в современном мире зависит, если не все, то очень многое. Конечно же, Ростелекомовцы не могли отпустить гостей без подарков. Ими стали именные свидетельства о том, что их владельцы приняли участие в монтаже и запуске юбилейного 250-го километра волоконно-оптической линии связи города Артемовский. Приятно, что такой чести удостоен и наш оператор, работа которого, как, впрочем, и самих связистов, важна, но не всегда видна обывателям. Свидетельства Михаилу Гудину в том, что он принял участие в монтаже и запуске юбилейного 250-го километра волоконно-оптической линии связи города Артемовского района Артемовского района. Так, внимание. Продолжение следует...